Привет, мои дорогие! Я вас всех очень рада видеть. Меня зовут Лена и добро пожаловать на мой канал, который называется Зеленская Handmade. Сразу, сразу хочу вас всех поздравить с наступившим уже 2018 годом, пожелать здоровья и вообще всех благ. Сегодня у меня на канале видео, в котором я вам покажу свою первую начатую работу в 2018 году и плюс уже первую законченную работу в 2018 году. Классно, да? Да. Маленькая такая предыстория, еще когда было, наверное, 2 или 3, ну 4, может быть, даже часа ночи 1 января, у меня уже были такие мысли, а чтобы мне начать вышивать. Но, если честно, мне в тот момент хотелось начать вышивать один из серьезных, таких достаточно глобальных процессов. Но так как у меня их и так, как говорится, вагон еще и тележка, я как-то сомневалась. И вот утром уже 1 числа мы с моей одной подружкой в инстаграме болтали. И она говорит, ну а ты возьми вышивать какую-нибудь, если так хочется, да, выбери какую-нибудь такую миниатюрочку и начни вышивать ее. Ну, вроде как и новый процесс начала и вроде как-то не глобальный. Вот. Я выбрала 4 наборчика и с помощью считалочки, с помощью, ой, с помощью, наверное, вот этого воспоминания, этой мысли, что у меня так всегда выбирает Тимофей. Ну, любую вещь, в общем, выбирает. Так вот, у него там есть какой-то выбор, да, ему надо выбрать. И он такой, вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Ну, в общем, и я так же сделала и выбрала эту работу. Не ожидала то, что я этот наборчик буду вышивать, но так как я купила, я изначально хотела вышить. И, собственно говоря, так и у меня и получилось. Все равно я вышивала. Но, если честно, я хотела из миниатюрок начать вышивать немножечко другую. Так, затягивать я не буду. Кстати, в Инстаграме я разместила фотографию, там я подписала. Значит, такую надпись. Кто-нибудь догадывается, что же я начала вышивать. Есть некоторые люди, которые смотрят мой канал, и они догадались. Догадались, догадались, потому что смотрели мои последние видео о покупках, так что несложно было догадаться. Ну, хотя бы, если посмотреть на те цвета, которыми я вышивала. Так, 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 так. Я сейчас вам покажу. Вот он, замечательный наборчик, артикул 0159 от фирмы Алиса. Называется он кораблик, 7 на 8 сантиметров. Не первая моя Алиса, но этот наборчик мне очень-очень сильно понравился вышивать. Он, кстати, как-то вышивался проще, чем домик на опушке. Давайте посмотрим, что было в комплекте. Ну, комплектация, в принципе, такая же, как вот была в домике на опушке. Вот немножко только по-другому. Значит, картинка титульная, схемочка, которую, кстати, я меньше всего зачеркивала. И здесь ключ к схеме я пронумеровала и бэкстич. В принципе, ну, было проще вышивать. Вообще, проще-проще, прям на раз. Так, ниточки. Вот они, оставшиеся ниточки. Можно я не буду распутывать? Я их тут уже за это все сложила, запутала. Вот они, ниточки. Была, по-моему, была иголочка. Ну, это маленькая такая, дорогие любители вышивки, это маленькая такая рекомендация, как вышивать. Две нитки, вышивка крестом. Ну, в общем, все как обычно, в принципе. Вот. Проблем никаких нет. У ниток, вот вы видите, сколько осталось. Достаточно большое количество. Вышивала я в пяльцах, на станке. И вышивала, вышивала я за два вечера. Ну, в течение дня, в любом случае, несмотря на то, что, допустим, сейчас праздники, все равно в течение дня нет времени вышивать, потому что то одни дела, то вторые. И сейчас я вам покажу. Вот он. Вот он мой замечательный кораблик. Тот кораблик, который я вышила. Я изначально вышивала, вышивала, вышивала вот просто-просто так. Вышивала сначала по распаруса, потом уже вот здесь и вот здесь. Вот эту вот маленькую чайечку я оставила вообще уже, как только все-все-все я сделала, потом я довышивала вот эту чайку. Значит, набор, пока я не стирала, вернее, не набор, а готовую работу я не стирала. Даже из пялец не вытаскивала. Ну, что хочу сказать. Очень маленькая работа, действительно маленькая, как ее оформить, я даже, в принципе, пока не знаю. Но хочется, хочется, хочется. Вот. Без проблем. В основном только, естественно, кресты, немножечко крестики и бэкстич. Очень простая работа, очень замечательная. Два вечера у меня заняла вышивка этой работы. Вышивала я эту работу для Тимофея. Напоминаю то, что мы сделали у Тимоши, да и, собственно, у нас в комнате и на кухне, в общем, в коридоре не делали. Вот, сделали ремонт. И мне хотелось бы эту работку вышить и повесить у него в комнате. Ну, я ее, собственно говоря, уже вышила. Вот. Когда вышивала, вы знаете, я думала о том, что такой маленький кораблик, вот, это, пусть будет эта работа на удачу, на то, что вот он же ступил как бы на новый путь в своей жизни, в жизни. Он пошел учиться, у него новые дела, новые знания, новые друзья, общение, контакт. Ну, в общем, все-все-все, новый. Так что это я вышла ему на удачу, на хорошую учебу, на хорошее знакомство, на хорошее общение, ну, на все-на-все, на все самое такое хорошее. Пускай эта работа принесет ему только удачу и на этом, так сказать, в учебном пути. Ну, типа того. Вот. Вот такая вот работа, мой первый процесс 2018 года, моя первая замечательная такая завершенная работа в 2018 году. Признаться, много чего хочу начать, но не буду, нет, 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 не буду. Вот. Все просто, все легко. Но в любом случае, вы знаете, у меня была такая мысль, то, что надо вышить что-нибудь, надо попробовать, я это сделала. Я все начала и все закончила. Так что, в общем, моя душенька, спокойно. А вы, кстати, начали вышивать какие-нибудь новые работы или, может быть, точно так же, как и я, закончили. Ну, в принципе, я на ютубе сейчас не очень так активно гуляю, но знаю, что многие девчонки начали вышивать уже какие-то первые свои работы в 2018 году. И это здорово. Ну, что, мои дорогие, всех я вас была рада видеть. Большое спасибо, что были у меня на канале. Заходите еще, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, в Однокласснике и в Инстаграме. Я вас всех очень-очень-очень рада была видеть. Всех еще раз с наступившим 2018 годом. Всех люблю, всех целую. Всем хорошего настроения, хороших праздников. И до встречи в других моих видео чуть-чуть попозже. Всем пока-пока.